Всем привет! Медведь это красивое, но одновременно и очень опасное животное, которое облюбовало себе леса Северной Америки, Европы и Азии. Палеонтологи в ходе исследований выяснили, что расселились эти большие животные планеты около 5-7 миллионов лет назад. Давайте рассмотрим несколько крупных видов и узнаем, какой самый большой медведь в мире. Начнем с сибирского бурого медведя. Этот великан является под видом бурого медведя и проживает, как можно судить по его названию, в Сибири, бассейнах рек Анадыря и Колымы. В одиночку бродит по лесам в поисках пищи, а зимой впадает в длительную спячку. Он всеяден и поедает животной и растительной пищи примерно одинаковое количество. Эти медведи действительно огромны, длина тела достигает порядка 2,5 метров, а вес может достигать 800 килограмм. Потомство появляется на свет в период зимней спячки и медвежонок остается при матери до трехлетнего возраста, пока не окрепнет и не приобретет навыки охоты. Далее следует медведь-кадьяк. Это самый большой в мире медведь в отряде бурых, потому что вырастает до 3 метров и весит порядка 850 килограмм. Встречаются особи, которые весят даже тону. На сегодняшний день этих особей не более 3000, а наибольшее число проживает на Кагиакском архипелаге у побережья Аляски. Мускулистые с массивным телом млекопитающие всеядные. Кроме животной пищи в их рацион входит также и растительность. Крупный вид не очень хорошо адаптируется к условиям неволи. Белый медведь. Это, пожалуй, самый крупнейший хищник планеты, вес которого достигает порядка тонны, а длина более 3 метров. Но встречаются и совсем большие особи. Так что из всех хищников, которые существуют на Земле, белый медведь – это самый большой. Обитают они в северных приполярных районах планеты, а в некоторых районах обитания их численность настолько велика, что преобладает над людьми. Стоит отметить, что самый большой медведь в мире всеяден, но любимым лакомством ее остается рыба. В спячку на длительный срок впадают только беременные самки, а вот самцы зимой впадают в спячку совсем ненадолго, и то не каждый год. В завершении стоит отметить, что медведи невероятно умны и очень любознательны. К примеру, после въездом охотников мишки могут бросать камни или палки в капкан с целью его обезвреживания, чтобы потом беспрепятственно забрать приманку. При ходьбе на задних лапах медведи полностью ставят стопу на поверхность Земли, и из всех живых существ на планете еще так делает только человек.